Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я, начиная свой прямой эфир, прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Сегодня я хотел в эфире обсудить заявление Назарбаева об отставке правительства. Он сделал заявление, что 27 февраля состоится съезд партии Нуратан, и на этом съезде якобы он озвучит ряд изменений, которые произойдут в стране. Я видел в чате, как очень многие здесь наши сторонники радовались, что правительство ушло в отставку, и хотел бы здесь пояснить, судя по всему, многие не понимают, что такое правительство, что такое парламент, и вообще, какую роль они выполняют. Вы все должны знать, что власть в нашей стране принадлежит одному человеку. Когда мы говорим власть, власть принадлежит Нурсултану Назарбаеву. Когда мы говорим диктатор, мы имеем в виду, что власть принадлежит одному человеку. На Западе власть перераспределена. Есть исполнительная власть в лице правительства, есть законодательная власть в лице парламента, есть судебная власть. И судебная власть не зависит от главы государства, от других ветвей власти. Парламент не зависит прямо от президента, и правительство обычно назначается парламентом страны. И все ветви власти работают автономно, и формируется как бы баланс разных сил. А в Казахстане все принадлежит Нурсултану Назарбаеву. Он назначает судей, он назначает правительство, он назначает министров, он фактически назначает депутатов, назначает Акимов. Он всех назначает в нашей стране. Поэтому он диктатор, и вся власть принадлежит одному человеку. Поэтому, когда здесь наши сторонники радуются, но некоторые, правда, путают, что он отправил в отставку правительства, а пишут, он отправил в отставку парламент. Назарбаев может отправить в отставку кого угодно Потому что вся власть принадлежит ему И поэтому знаете что Если он отправил в отставку правительство Это ничего не поменяется И как я сегодня писал в чате Он может свою собаку там назначить Ничего не изменится Он может судей назначить собаками Собаков своих Тоже ничего не изменится Он может весь парламент посадить своих коней И тоже ничего не изменится Это бутафория Это обман людей И мы все должны четко понимать Это куклы Назарбаева Правительство, парламент, акимы Они вообще ничего не решают Они выполняют поручения Назарбаева Это нужно всем четко уяснить Поэтому все наши друзья Кто здесь радуется Они думают что все Назарбаев испугался Все прочее В этом смысле они правы Но когда придается большое значение правительству Они не правы Правительство это куклы Вот представьте стоит Назарбаев Внизу держит кукол Им и вертит Вы кидаетесь на эти куклы Пинаете их Чем-то бьете И вам кажется что вы добились успеха Когда эту куклу он заменил Одного чебурашку на другого чебурашку Или одного клоуна на другого клоуна И вы получаете удовлетворение Вот что вы добились успеха Мы сменили правительство Он взял куклу другую и поменял И каждый раз вы будете испытывать чувство удовлетворения Но при этом он будет сверху стоять Смеяться над вами И жизнь ваша не изменится И так он дурачит весь народ 30 лет Правительство он может менять каждые 5 минут И ваша жизнь не изменится Парламент он тоже может менять каждые 5 минут И тоже ничего не изменится Почему? Потому что вся власть принадлежит на султану Назарбаеву Все ресурсы страны контролирует он Все решения принимает он А все остальные его куклы Вот предполагается что состоится съезд партии Нуратан Это тысячи человек Они будут там голосовать Ну вы же видели в Северной Корее сидит Этот северокорейский диктатор Все как в армии Одновременно поднимают руки Одновременно плачут Или еще какие-то действия делают Все действуют Делают по команде У нас вот та же самая с Северной Кореей Поэтому не живите иллюзиями Не радуйтесь что вот он правительство изгнал Он регулярно меняет правительство Правительство вообще никакого значения не имеет Там нет политика в классическом смысле На Западе любой министр политик Потому что за ним партии За ним избиратели Он пришел к власти В результате поддержки и победы На избирательных участках Его поддержал народ Наши министры назначаются Назарбаевым Премьер-министры назначаются Назарбаевым Поэтому он может их каждый день менять Ничего от этого не изменится Да, правильно Пока не сменим Назарбаева Во-первых Пока мы не сменим политическую систему И не откажемся от должности президента Пока мы не добьемся того Чтобы власть контролировала народ Чтобы министров назначал парламент А депутатов избирал народ На открытых и честных выборах Если власть будет в руках одного человека Ничего не поменяется Вот пример Узбекистана Пришел Мирзеев Тоже такой же диктатор Вся власть у него У Трукмембаши был такой Ниязов Трукмембаши Умер Место него стал нынешний И вот называют Аркадак Везде вешают памятники Он и боксер И песни поет И стихи пишет Народ полуголодный По карточкам живет А он живет в гигантских апартаментах Везде его бюсты и так далее Ничего не поменялось Не поменялось почему? Потому что политическая система Когда власть находилась в руках У одного человека Осталась неизменной И поэтому наша задача Добиться смены режима Во-первых Отстранить от власти Нарусултана Назарбаева Раз Во-вторых Нести поправки Конституцию И отказаться от должности президента Построить парламентскую республику Вот именно тогда Любой шаг со стороны правительства Именно отставка и так далее Может быть сигналом Для общества Что правительство не справилось Или какой-то министр не справился То есть те действия Которые будут в будущем происходить Они будут происходить Потому что На них воздействовало общество А сейчас это просто Решение Назарбаева Я еще раз повторю Он свою собаку может поставить И ничего не изменится Поэтому Здесь нужно по-другому Подходить Анализировать Почему это сделал Для чего Что он хочет Не для того Поанализировать действия И шаги правительства А для того Чтобы понимать Чего хочет добиться Чего он действительно боится И какие действия И какие действия нужно ожидать От него В ближайшие месяцы И недели Назарбаев Вы правы в чем Он испугался Потому что Впервые За многие годы Нахождения Его власти Началось Активное движение Общества Вышли Матери на протесты Если проанализировать Социальные сети То За последние Два года Произошло Кардинальное Изменение Сознания Общества Кардинальное За два года Наше население Разобралось В чем причина Их нищей жизни Почему Политическая верхушка Во главе С Назарбаевым Имеет Миллиарды долларов Не работая На государственной службе А Бизнесмены Бедные На самом деле Народ Нищий Все богатства страны Куда-то уходят При этом Мы являемся Нефтедобывающей Страной По объему Добычи Мы Обгоняем Норвегию Норвегия Одно из самых Успешных стран Ведущих стран Европы И по объему Добычи Нефти Мы обгоняем Норвегию Не говоря о том Что у нас есть Уран Золото И все прочее Того Чего нет В Норвегии За эти два года Люди уже Начали разбираться Это Благодаря Деятельности Демократического Выбора Казахстана Благодаря тому Что вы Активисты Проявляете Свою волю Вас Этот режим Преследует Гоняет Даже за голубые шары Преследует Даже за то Что вы делаете Репост Вот сейчас В Талдугургане Собираются Агашку одного Осудить По 405 Статье За то Что он Лайки Ставил Лайки Ставил И Просто лайками Репостами Поддерживал Наше политическое движение И вот Представьте Если Людей Преследует Просто За лайки Вы понимаете До какой глубины Дошел режим И он понимает В какой опасной Ситуации Оказался Этот режим Сам собственно Нурсултан Назарбаев За эти два года Деятельности Демократического выбора Казахстана Мы провели Большую работу В прошлом году Была Особенно Активная деятельность В прошлом году Заработал Чат Вы помните В день По 10 тысяч человек Заходило в чат И регистрировались По 10 тысяч человек И буквально За 42 дня Мы набрали 100 тысяч человек В чат И 13 марта Назарбаев Объявил ДВК Экстремистской Организации Испугавшись Стремительного Развития Нашего Политического Движения И потом Обратить внимание С момента Создания Демократического Выбора Казахстана Мы объявили В конце Апреля 2017 года Назарбаев Все время Пытается Догнать Темильными Программами То что Мы Озвучиваем Мы Озвучили Социально-экономическую Реформу Программы Программы Политические Реформ Мы Непрерывно Генерируем Программы При этом Со стороны Власти Не было Ни одного Заявления Которое бы Сказало Что ваши Программы Нереальные Суммы Которые Вы Разоблачения Которые Показывают Многомасштабные Хищения Со стороны Назарбаева Его окружения Якобы Нереальные Не было Ни одного Заявления Не было Почему Потому что Мы Все это Озвучивали Подтверждениями Документальными То есть Многомиллиардные Хищения Невозможно Провергнуть Что сделал Назарбаев В семнадцатом Году Начал Пытаться Догнать Наши Программы И заявил Что якобы Будет Повышена Заработная Плата Учителям И полицейским Ну в реальности Это все Превратилось В пшик Назарбаев Заявил О том Что по стране Будет построено Большое количество Водохранилищ Больше двадцати Два года Назад Выделили Семьдесят Миллиарда Тенге Тоже Оказалось Пшиком Были Заявления Что Будут Подняты Заработные Платы Полицейским Тоже Сначала Обманули Но Потом Чуть позже Начали Поднимать И таких Примеров Можно привести Множество Множество Тех Программ Которые Озвучил Демократические Выборы Казахстана Назарбаев Пытается Повторить Мы Озвучили Свою Жилищную Программу Что Кредиты Мы будем Выдавать По ставке Пять годовых Сроком На двадцать Лет Назарбаев Чуть позже Объявил Свою Программу Что Ставка Будет Семь Годовых Двадцать Процентов Нужно Обнести Первоначальный Внос Якобы Кредит На двадцать Пять лет Так По всей Стране Он В течение Года Сумел Всего Лишь Набрать Около Двух Тысяч Заявок Из них В лучшем Случае Тысяч Человек Получили Кредиты Потому что Первоначальный Взнос Двадцать Процентов От суммы Кредита Это является Непосильной Ножей Для наших Граждан То есть Даже Все Те действия Которые Он пытался Делать В догонку За Демократическим Выбором Казахстана Они все Оказались У него Провальными Мы Также В наших Программах Объявили О программе Матерей Вы помните Как мы Летом Организовывали Митинги Протеста Требовали Бесплатного Образования Высшего И среднеспециального Мы требовали Студентам Степеней 50 тысяч Тенге И на жилье Чтобы выделили Не менее 30 тысяч Тенге Когда мы Все это Объявили Назарбаев Начал Спешно Говорить Что Вот в новом Году Будут Выделены Дополнительно 20 тысяч Грантов Для получения Бесплатного Высшего Образования Обратите внимание 20 тысяч То есть Он Все время Двигался Под давлением Программ Демократического Выбора Казахстана Затем Те города В которых Сосредоточены Основные Студенческие Силы Начали заявлять Акимы Городов Что они Будут Строить Общежития То есть Опять же Под давлением Программ Демократического Выбора Казахстана Потому что Объявили Мы Объявили Что не Существует Проблемы Для нашего Государства Обеспечить Жильем Студентов Общежитиями Мы просто Предложили Выделили Выделить По 30 Тысяч Тенге И все И нет Никакой Проблемы Чтобы наши Студенты Могли Снять Жилье На рынке Много Жилья И обратите Внимание Тут пошла Программа По строительству Общежития Для студентов Мы Объявили Что Будем Выплачивать Пособия Матерям За каждого Ребенка Ежемесячно До 80 Евро Это Порядка 34 тысяч Тенге За каждого Ребенка И тут Власть Начала Тоже Пытаться Делать Какие-то Действия Что якобы Будет помогать Многодетным Детям И вот Все Что мы Делаем Вы видите Идет С нашей стороны Постоянное Давление На Назарбаев И он Может сопротивляться Делать Вид Но Он Вынужден Идти За нами За программами Демократического Выбора Казахстана И обратите внимание Почему Это он делает У него Конечно же Очень много Разных Есть групп Аналитиков Которые Анализируют Общественное Мнение Народа Относительно Власти А если быть Более точным Именно относительно Султана Назарбаева За два года Отношение К Назарбаеву Кардинально Изменилось Народ Основная его часть Более 90% Просто ненавидит Этот режим И он Прекрасно Понимает Что наступит Момент Что из этих 90% Людей Появится Большая группа Недовольных Которые придут И добьются Смены режима Как это произошло В Армении Это вопрос Только времени Вопрос только Нашей работы Вопрос только Нашей активности Энергичности Вопрос того Насколько мы Успешно Обедним Эти силы Но то Что это Произойдет Это Ясно И он Это Тоже Понимает В прошлом Году Начиная С лета Я начал Заранее Озвучивать Что будут Досрочные Выборы Президента Потому что Он Сделал Все До того Чтобы Подготовиться И вести Во власть Даригу Назарбаеву Он Вел Понятие Председатель Совета Национальной Безопасности Вел Понятие Такое Что именно Это Теперь Не совещательный Орган А конституционный Что он Может Фактически Управлять Всеми Включая Если будет Назначен Новый Президент Включая Нового Президента Члены Совета Национальной Безопасности Председатель Сената Мажелиса Министр Силового Блока То есть Фактически Тот Человек Который Является Председателем Совета Национальной Безопасности Он В реальности Контролирует Власть В стране Поэтому Вы должны Уважаемые Соотечественники Уважаемые Сторонники Понимать Что с появлением Такой политической Силы Как демократические Выборы Казахстана Политическая Ситуация В стране Кардинально Изменилась Вы просто Должны Уметь Анализировать Те иные Обстоятельства И тогда Вы получите Полное подтверждение Тому Что я говорю И сейчас Я подробно Буду рассказывать О планов Нурсултана Назарбаева И вы можете Теперь другим Вглядом Посмотреть На разных Таких Кукол Теперь я Открыто буду Говорить Кукол Нурсултана Назарбаева Который Играет Его Игру Обычно Нурсултан Назарбаев Если назначает Кого-то Исполняющий Обязанности Премьер-министра То Если Проанализировать Все предыдущие Годы И именно Исполняющий Обязанности Премьер-министра Становится Далее Премьер-министром И я хочу Вам еще Сказать следующее Что за всю Историю Того Когда Назарбаев Находился У власти Не было Ни разу Одного Случая Ни одного Случая Чтобы Именно Вот На съезде Нур-Атан Представляли Нового Премьер-министра И На съезде Но Султан Назарбаев Объявлял Какие-то Ключевые Такие Решения Он Обычно Их Принимал В одиночку А съезд Просто Хлопал ему В ладошки Вот Это Здесь То же Самое Будет Но Разница В том Что Партии Нур-Атан Будет 20 лет 27 Февраля И он Именно Этот съезд Сделать Таким Ключевым Он Хочет Получить Лавры Хочет Получить Золотой Дождь Чтоб Все Его Хвалили И Объявить О каких-то Новых Якобы Инициативах Которые Дадут Толчок Развитию Страны На самом деле Никакого Конечно Толчка Не будет Сегодня Он Объявил Что Исполняющей Обязанности Будет Оскар Мамин Якобы Действующее Правительство Не справилось С теми задачами Которые Он Ставил Не развил Бизнес Не решили Проблемы Социально Экономической Сфере Якобы Они Исправили Задачи Диверсификации Экономики И вот На съезде Партии Нуратан Назарбаев Представит Нового Премьер Министра Объявит О новых Программах И Объявит О том Сколько денег Будет Выделено Из Национального Нефтяного Фонда Которые Реально Является Кормушкой Семи Назарбаевых Там В свое время Были Значительные Средства Сформированы Сейчас Чуть более 60 миллиардов Но в реальности Уходило Все далеко За 70 Регулярно И каждый год Он там Минимум 10 миллиардов Долларов Прямо Воровал И еще 10 миллиардов Долларов Воровал Через банки Потом Воровал Через Национальные Компании Вливаем В уставный Капитал Из Нефтяного Фонда Оттуда же Он брал Деньги На проведение Сделок С группой Машкевича С казахмысом И так далее Покупал Дешевые акции Очень дорого Эти деньги Присваивал То есть Он хочет На съезде Партии Нуратан Объявить Что на Казахстан На страну Якобы Будет выделено Еще миллиарды Долларов Меня Многие Спрашивали Как будет Действовать Нуратан Назарбаев Он обычно Занимается Подкупом Вы обратили Внимание Что в конце Года Он объявил О понижении Якобы Тарифов Но когда Люди Посчитали Насколько Понижаются Тарифы Народ у нас Сейчас Грамотный То получается Что где-то Тарифы Поменялись За электрогенери На 7 Энергию Это конечно Было Смешно Вот И все Эти Инициативы Оказались Очередным Пшиком Тем более Что Назарбаев Более Года Назад Объявлял И требовал Чтобы поднять Тарифы На тепло Энергию А через год Говорит Кто дал Поручение Поднять Ну-ка Разберитесь То есть Ну Хорошо Сейчас есть Интернет И все записи Сохранились Люди Сами могли Убедиться Что Шал Пытается Дурачить Народ Сейчас Уже Никого Не Одурачишь Поэтому Все Что он Сказал Превратилось Пшик И его Просто Обсмеяли Шал Теперь Что хочет Сделать Он Хочет Якобы Как родитель Народных Интересов Решающие Проблемы Семьи Матерей Он Хочет Объявить О каких-то Очередных Подачках Которые В реальности Приведут К тому Что в очередной Раз Он сам Из этих денег Украдет И его Ближайшее Окружение Его Задача Сейчас Купить Народ Чтобы Он опять Ездил По регионам Все ему Аплодировали Говорили Что На реке Китпингс Мы Без вас Умрем Как же Так Вот Чего Он хочет Услышать И в этот Момент Когда Он Будет Ходить Как Бог В Казахстане Он должен Прозвести Важные Ключевые Слова Чего Чего Миньки Пим На Ксм Духуям Урн И Наш Народ Должен С восторгом Сказать Чаряйды Нарюки Чаряйды Коявернс На съезде Партии Нуратан Конечно Полицовет Будет Заведена Дарига Но Казалось Он должен Назначить Оскара Мамина Пример Министром Но Что-то Мне Подсказывает Что На этом Съезде Он Скорее Сего Назначит Примером Другого Человека Ну Даже Это Не имеет Никакого Отношения Не имеет Значения Кого Назначит Но Здесь В чате Задают Вопрос Назначить Ли Он Даригу Премьер Министром Он Конечно Может Назначить Премьер Министром Хоть Свою Собаку Вот Но Даригу На мой Взгляд Он Ее Растерзаем Буквально За пару Месяцев Она Превратится В мокрую Курицу На этой Должности Что Вы понимали Правительство Это Мальчики Для битья Назарбаев Правительство Использует Чтобы На них Свалить Все Недостатки Чтобы Гнев Народа Двигался Не против Него А на Его Кукол И вот Собственно Он В любой Момент Берет Кого-то Поставит Потом Натравливает Народ Натравливает Прессу Отправляет В отставку Все Уф Говорят И тогда Он ставит Другого Такого же Который Будет роль Куклы Исполнять Ну а Представьте Что Если он На позицию Премьер-министра Назначит Свою Дочь Доригу Дорига Она Вообще Не профессиональная Не специалист У нее Только вывески Которые Папа Давал То Вице-премьером Назначит То Своим указом Назначил Сенатором Потом Она Стала Председателем Комитета Оборонной Промышленности То есть Ее никто Не избирал Везде Ее папа Назначал На тельные Должности Он Может Назначить Ее на должность Премьер-министра Но Представьте Что Человек Который Вообще Ничего Не понимает Вообще Всегда Была На готовом Она Должна Произносить Какие слова Даже На бумаге Потом Выйдет На пресс-конференцию Там Один Какой-то Вопрос Она Как вчера Было У Байбека У Бордюрбека Там И других Все равно Премьер-министра Нужно Когда-нибудь Отвечать Внятно На вопросы Все равно Премьер-министру Нужно Реагировать На тельные Ситуации Все равно Должен Уровень Подготовки И Всегда Премьер-министр И правительство Мальчики Для битья Но Султан Назарбаев Их должен Потом Как куклу Отпинать На глазах Народа Но Будет ли Он Делать Поэтому Ему Невыгодно Назначать Ее На должность Премьер-министра Ему Выгодно Ее В итоге Назначить Президенту Самого Стоять Над Должностью Президента И Оставить Правительство Правительство Все время Выгонять Увольняет Министров Чтобы Народ Это Обсуждал И Радовался Ой Бай Турс Пол Дэженгдэк Дженгдэк Дэженгдэк Танг Женгдэк Поэтому Не обманывайте Себя Не обманывайте Правительство Это куклы Куклы Но В чем Вы правы Точно Назарбаев Сейчас Реально Напуган И это Правда Я вам Хочу Рассказать Как человек Который Очень Хорошо Знает Природу Нусултана Назарбаева Знает Как он Думает Пусть У него Даже Сейчас Совсем Старский Моразм Впал Но он Подобрал Вокруг Себя Разных Людей Которые Думают В угоду Именно Назарбаеву И Готовят Тельные Действия Так Как обычно Любит Сам Назарбаев И я вам Хочу сказать Что Назарбаев Такой Человек Который Боится Любых Рисков Даже Полпроцента Вообще Когда он Рисуется Таким Сильным Лидером Он Конечно Ж Шал Трусишка Он Всего Боится Вокруг Него Есть Разные Люди Ему Гадают Что-то Рассказывают Он Их Слушает Приходят Всякие Советники Ему Что-то Говорят Он Их Слушает Приходят Его Жены Любовницы Еще Кто-то Он Их Слушает В общем Как-то Мне Жаловался Но Как Мне Действовать Этот Пришел Так Сказал Этот Так Кому Мне Верить Мне Так Тяжело То есть Человек Который Не Может Сам Ясно Разобраться Такого Примитивного Мышления Который Фактически Итого Манипулирует Людьми Сталкивает И он Не то что Хитрый Просто У него Власть Вся В руках Вся Власть В руках И он Делает То Что Хочет И Люди Считает Что Вот Он Такой Хитрый Коварный Нет Он Не Хитрый Не Коварный Мыслит Очень Примитивно Просто Ему Все Сходит С рук Потому Что Он По закону Обладает Всеми Рычагами Власти Он Подбирает Все Своё Окружение Так Как Он Хочет Поэтому На съезде Нуратан Ничего Нового Не Будет Дарегу Он Не Должен Назначить Если Назначить То Совсем Казахстан Айтканда Джан Шал Алжагандеп Айтва Валада Значит Он Назначит Кого-то И Это Не Имеет Значения Ребята Вы Даже Не Забивайте Всего Голову Карима Масимова Назначит Асхара Мамин Назначит Ербова Дасаев Никакого Значения Это Не Имеет Пока Шал У Власти Пока Шал Контролирует Власть Не Имеет Никакого Значения Ни Хасимов Ни Премьер Министр Ни Какой-то Аким Ни Председатель Парламента Все Они Куклы Насултана Назарбаева Вы Все Это Должны Четко Понять И Не Обращать Внимания Серьезно На Эти Перемещения Вы Только Должны Анализировать Почему Это Происходит И Чего Он Хочет Сделать Это Более Важно Важным Является То Что 2019 Год Ключевой Но Султан Назарбаев Как я Уже Неоднократно Говорил Будет Добиваться Чтобы Президентом Страны Назначить Даригу Назарбаеву Вот Его Главная Цель Все Остальное Не имеет Значения И Чтобы Это Произошло Более Менее Гладко Он Хочет Сейчас Подкупить Народ Какие-то Деньги Раздать Но Они Очень Быстро Обесценятся Все Эти Замечаете Он Только Раздаст Больше Денег Буквально Через Короткое Время Увеличивается Тарифы На Электрингию Тепло Какие-то Налоги Потом Девальвация Тенге И Через Несколько Месяцев Вы смотрите У ваших Денег Стало Даже Меньше Чем Было Если Через Доллар И считать Поэтому Он Этот Обманный Трюк Применяет Регулярно Когда Ему Нужно На Короткое Время Подкупить Людей Но Видно Что Многие Ведутся Вот Женщины Получили Мешок Картошки Две Коробки Макарон И Говорят Но Я Еще Раз Хочу Сказать Ситуация В стране Сильно Изменилась Я Уже Говорил Что За Два Года Сознание Народа Сильно Перестроилось И В этом Огромное Значение Вас Наших Сторонников Демократического Выбора Казахстана Потому Что Вы Сидите В социальных Сетях Пишите Свои Комментарии У вас Есть Друзья И Знакомые Обязательно Десятки Ваших Знакомых Родственников И так далее Слышат Вашу Позицию И Уже Никого Не Обмануть Что Он Руслутан Хороший Что Он Отец Наций Мы Все Знаем Что Это Коррупционер Что Это Глава Мафиозного Режима Что Это Убийцы Своего Народа Человек Лично Укравший У Нашей Страны Минимум 200 Миллиардов Долларов США Весь Список Форбс Это Его Подставные Люди И Все Богатства Страны Принадлежат Нурсултану Назарбаеву Это Все Теперь Знают Поэтому Вы Должны Знать Что 27 Числа 27 Февраля Нурсултан Назарбаев Первое Хочет Получить Новые Звезды Стать Генерализмусом 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 Три раза Получить Какие-то Опять Радостные Возгласы С подставных Людей Вот только Два дня Назад Байбек Проводил Встречу Жителями Алматы Вы видели Нагнал Бюджетников Как будто Какой-то Киноактер Все хлопали в ладоши Людей Не пустили Все Нарисовали Но он Просто повторил То, что делает Назарбаев Всегда Он выходит Перед аудиторией Подготовленный Вопросы Заранее Подготовленные Все его Примитивные Шуточки Заранее Подготовленные На Канал Ставят Что он Заранее Уже Известное Скажет Если что-то Неудачное Скажет Вырежет Или потом Его пресс-секретарь Или какой-то Министр Начнет Говорить Что его Неправильно Поняли Он Не может Работать С людьми Напрямую Не могут Работать И его Акимы Никто С народом Не может Работать Они все Время Себя Регулируют Закрывают Охраной Решетками И подстав И подстав Людьми Как Как Его Сменить Как Это Сменить Нельзя быть неразборчивым в отношениях с людьми, в отношениях с союзниками. Так можно пойти по рукам и превратиться в политическую проститутку. Я тогда, может быть, так скажу, сказал осторожно и взвешенно. Сегодня, после чтения интервью Айман Трусунхан в газете Ермурата Бапи, я могу теперь отчетливо сказать, что это клон власти Айман Трусунхан, она водит нас за нос, это не просто она пошла по рукам, это задуманная властью игра, это прямо политическая проститутка режима Нусултана Назарбаева. Я сегодня это говорю отчетливо. И лучше я вас хочу сейчас научить, как анализировать тельные интервью или действия, которые проводят так называемые аналитики, которые якобы не хотят заниматься политикой. Конечно, они не хотят заниматься политикой, они не могут. Это просто куклы, очередные куклы Нусултана Назарбаева, под видом борьбы за справедливость, озвучивающие различные манифесты, обманывающие людей. К сожалению, там какие-то приличные люди даже попадают в эти ловушки. Но я надеюсь, после сегодняшнего и откровенного выступления они поймут свою ошибку. Итак, Айман Трусакан заявляет, что они объединились с незарегистрированной партией АЛАШ и СОСДП и собирается таким образом оппонировать власти. Итак, Айман Трусакан заявляет, я уже много раз говорил, что нет в Казахстане независимых партий от власти, что все партии, они управляются из администрации Назарбаева, ни одна оппозиционная партия не может быть зарегистрирована, ни одна оппозиционная организация в виде общественного и политического движения не может быть зарегистрирована. Более того, ни один человек не может открыто критиковать режим, выступать и говорить, что мы соберем огромное количество голосов, миллионы, и сметем 500 тысяч человек, и я якобы против партии Нуратан. Она не говорит, что против Нурсултана Назарбаева. Она против партии Нуратан, против правительства, против депутата. Якобы именно они не идут на диалог с народом. При этом, как образованный человек, якобы аналитик, прекрасно знает, что все эти люди, правительство, парламент и все прочие назначаются лично Нурсултаном Назарбаев. И если кто-то не идет на диалог с народом, то он на диалог с народом, а точнее не исполняет волю народа именно Нурсултан Назарбаев, а не его куклы. И когда она говорит, что мы будем бороться против кукол, надо понимать, что куклы могут бороться только против кукол. А иначе говоря, Айман Турсукан – это очередная кукла, это фейк Нурсултана Назарбаева. Подставной фейк. Я вам сейчас хочу коротко разложить мои аргументы. Мы все прекрасно знаем, что тех, кто просто поддерживает ДВК, объявили экстремистами. Мы все прекрасно знаем, если кто-то появляется с голубым шариком, его задерживает и мучает полиция. А тут Айман Турсукан открыто публикует, что надо будет собирать голоса, что они волной в размере 18 миллионов человек накроют, 500 тысяч человек, чиновников, все правоохранительные органы, что якобы они таким образом собираются бороться с этой властью. С какой этой? Она же не говорит, что с Нурсултаном Назарбаевым. А если бы она открыто это сказала, вы можете себе представить, чтобы режим за это не преследовал? Ее лично, не кого-то, а ее лично. Конечно же, нет. Это очень уязвимое место кукол Назарбаева. Для того, чтобы народ поверил, им нужно быть гонимыми. При нашей системе никто не может открыто выступить, чтобы его не преследовали. Если человек спокойно поет, как Заитов, ну, очередной клоун Назарбаева, а потом раз популярным становится, его никто не трогает, он критикует режим, а потом раз нападает на ДВК, на меня лично. Для чего это делается? Потому что ему сказал режим, потому что он именно для этих целей держится. Так это Айман Турсунхан. Она рассказывает всякие глупости о том, что, оказывается, в нашей стране существует борьба элит, существуют якобы какие-то группы, партии. Приплела его зятя, прекрасно зная, что так называемый Атамикен, общественная палата бизнесменов, что это никакая-то не партия, что там тоже сидят люди Тимура Кулебаева, и она рассуждает о том, что будет партия Нур-Атан, будет партия бизнесменов, так называемых олигархов, и якобы партия ОСДП и Алаш. Мы знаем, кто такой Алаш. Это вот Сырым Абдрахман, который якобы посадили в тюрьму. Очередной клон и клоун власти, как мы его называем, гром и молния. Мы прекрасно знаем, что ни одна политическая организация оппозиционной власти не может быть зарегистрирована. Более того, она не может собирать открытые, свободно денежные ресурсы, ни в виде членских взносов, ни в виде каких-то пожертвований. Это невозможно. Вспомните, что происходило Бакизой Халеловой. Что происходит о Игуляхберде? Мы начинаем сбор средств именно в чате. Деньги приходят на кошелек, и власть блокирует, блокирует эти деньги. Игуляхберды существенную сумму не смогла снять и до сих пор не сняла. Бакизу Халелова вообще обложили. Она вообще не может пользоваться никакими карточками, безналичными расчетами, ничем. И тут Айман Турсункан заявляет, что вот они будут открывать счета, будут собирать членский взнос и так далее. Это человек, который прекрасно знает, что в этой политической системе власть никому не даст свободно собирать деньги от людей. И вот Айман Турсункан рассказывает о том, что вот они объединились, собирается вместе с ОСДП и несуществующей партией АЛАШ, также форум Жанна Казахстан, это представители Назарбаева, который изображает якобы оппозицию, двигается в регионах. Там разные люди собрались. В большинстве своем это просто, прямо люди, которые сотрудничают с властью и работают на власть. Гром и молния, так называемая партия АЛАШ, подставная. Форум Жанна Казахстан, это все люди власти, ОСДП под контролем власти и Турсункан рассуждает, что будет партия Нуратан Назарбаева, Атамикен это олигархат, мы все знаем, Атамикен это люди, но султан Назарбаева, там якобы бизнесмены, там сидит Тимур Кулебаев, и она хочет сказать, что оказывается, Атамикен трансформируется в партии. А кто им даст? Через минуту все будут арестованы. Она врет открыто в интервью, прекрасно зная, что никакие партии в нашей стране не могут быть зарегистрированы. Она врет, зная, что деньги невозможно собирать, поэтому вы понимаете, кто такая она. Она очередная кукла этого режима. В связи с тем, что сейчас Назарбаев будет вводить во власть Даригу Назарбаеву, он хочет то самое патриархарное мышление сломать и сказать, что женщина тоже может быть во власти, быть президентом. Вы помните, известно его выступление вместе с Путиным, когда он сказал, что женщины тоже могут, и есть подготовленные женщины. Еще Путин там иронично сказал, мы даже знаем имена этих женщин. И чтобы Дарига была не одна, сейчас на политический рынок будет вброшено несколько женщин, которые тоже будут тащить за собой якобы народ, изображать политическую оппозицию, изображать критику власти, чтобы мы восторгались, говорили, о, женщины у нас тоже крутые, сильные, они умные, они, вот видите, мужественные, могут бороться. На самом деле, эта власть просто будет им помогать, искусственно будет их создавать мелкие трудности, они будут побеждать эти мелкие трудности и создавать образ такой героини от народа. Недавно закрыли некого Геннадия, там, крестьянский и так далее, я ее фамилию реально не знаю. Это человек тоже власти, который рыдал искусственно, когда погибли вот пять девочек, сгорели в Астане. Он картинно, как артист, показывал, что он разделяет это горе. Это тоже очередной клон власти, такой некий подонок власти, который играет в их игру за копейки, получая тоже один из серий таких нурботов. И вы сейчас их много увидите, это вот Сырым Абдрахман, Айман Турцунхан, и еще появится этот вот Алья Садырбаева. Вы посмотрите состав тех людей, которые там присутствуют. Напихали разных людей, есть люди, которые там заблудились, случайно попали, да вполне приличные люди. Но как можно говорить и верить, что ОСДП, гром и молния, якобы Аллаш, и вот эти все якобы будут создавать оппозиционные движения, свободно двигаться по стране, и якобы они будут собирать деньги и будут оппонировать власти. Вы же все прекрасно знаете, что в нашей стране это невозможно. Вот таким образом я вам просто показываю, что это очередная кукла, но султан Назарбаева. И посмотрите, она что заявляет? Откровенно лживые вещи. Вы зайдите, почитайте в интернете ее статью. Она говорит, что по партии Аллаш ситуация остается непонятна. Остаются только три партии. У СДП Берлик и АУЛ. У СДП партия власти. Берлик тоже это клон власти. АУЛ. Вообще в нашей стране нет никаких партий, которые могли быть независимы от власти. И она рассуждает о каких-то неких мифических трех партиях. И обратите внимание, якобы Айман Трусенхан объявила войну Нуратану. И не только Нуратану, но и всем остальным парламентским партиям. Какие парламентские партии? У нас в парламенте есть подставные структуры, филиалы партии Нуратана, Акжол и КНПК, а никакими они не являются парламентскими партиями. И она говорит, обратите внимание, я цитирую, меньшевикам, парламентские фракции придется либо присоединиться к нам, либо усилить Нуратан. Но это вообще просто кино. Это не то, чтобы вранье, это наглое вранье. И она прекрасно знает, что это наглое вранье. Нет никаких у нас парламентских фракций, нет никаких меньшевиков. Человек, который говорит, что она аналитик, все прочее, вдруг делает такие заявления, которые просто смотришь сходу и видишь, что они лживые. Теперь та же самая Ман Трусенхан заявляет, что вот есть Атамикен, что там они, эти партии олигархов, начнут действовать, начнут бороться. Человек, который говорит, я далека от политики, вообще не политики, политика грязное дело, она уже заранее знает, что будет делать Атамикен, что это будет создаваться партия предпринимателей, так называемых олигархов. Откуда это? Это она просто рассказывает сценарий власти. Это куклы власти. Если я вчера говорил, что она может пойти по рукам и стать проституткой власти, то сейчас я отчетливо говорю, это проститутка власти. Таких клоунов и проституток власти сейчас будет много. Вообще нам власть сильно помогает, я еще раз по привычке говорю власть, я скажу так, нам помогает Нурсултан Назарбаев. Субтитры создавал DimaTorzok Чем он нам помогает? Ну, во-первых, все эти действия политических организаций, пусть даже фиктивных, приведут к тому, что общество нас сейчас активно политизируется. Так называемые партии начнут двигаться по регионам, собирать людей, обманывать их, обучать, рассказывать какие-то истории, якобы, что они будут противники власти, все прочее, будут оживлять, создавать видимость политической борьбы. И, конечно, в этой ситуации им будет сложно подвергать репрессиям демократические выборы Казахстана, потому что это сразу будет видно. Как же и так? Демократические выборы Казахстана не призывают никаким-то экстремистским действиям. Мы говорим о смирной власть, в смене режима, мы озвучиваем план политических реформ, экономических, и у нас все программы мирные. Более того, нет ни у одной политической силы тех программ, которые есть у демократического выбора Казахстана. И как так получается? Наш сторонник выходит с шариком, его преследует, а эти так называемые клоны власти будут ходить по стране, агитировать, критиковать партии Нур-Атан, их будут печатать в газетах и брать у них интервью. Обратите внимание, чтобы у правозащитника Ирланы Калиева взяло интервью информбюро, так называемое, это канал власти, где такое видано. У нас есть очень много реальных правозащитников, которые поддерживают нас, поддерживают тех, кого режим преследует, и тут информбюро берет у Ирланы Калиева интервью. Что случилось с ними? Это еще раз говорит о том, что кого-то просто используют, они идут на поводу, по мелочам, наверное, подкупают, они думают, что они выполняют свою функцию важную, правозащитную. На самом деле, они становятся инструментами в руках власти. И вот сейчас получится так, что сейчас хлынет определенное количество игроков, которые будут изображать оппозиционную деятельность. И для нас открывается хорошая возможность действовать легитимно, открыто. Для нас открывается хорошая возможность собирать сторонников, и для нас открывается возможность тогда, когда начнется президентская кампания выводить людей на митинги открыто, потому что эти партии, так называемые, подставные, тоже будут создавать видимость политической борьбы. И вот тогда мы эту волну должны использовать и набрать большое количество сторонников, именно тогда мы сможем выводить десятки тысяч людей на акции протеста. Я вам дам один рецепт, как определять настоящие это люди, противники режима или нет. Все очень просто. Если человек, который заявляет о своей политической деятельности, или выпускает какие-то манифесты, если он не ставит четкий акцент, не говорит, что причина всех проблем режим Носултана Назарбаева и лично он, если человек это не произносит, то знайте, это кукла Носултана Назарбаева. Это сейчас очень легко определить. Если режим Назарбаева дает возможность открыто критиковать, ездить по регионам, как Альяса Дребаева или то же самое Айман Турсунхан, создавая видимость, блокируя на короткое время им сайты и все прочее, создавая образ гонимых власти, не верьте, потому что наши сторонники преследуются этой власти немедленно. Они закрываются в тюрьмы, штрафуются, их идет жесткое преследование даже за голубые шарики. А тут эти люди свободно двигаются. Поэтому это все ярко обнажается, сразу становится понятно, что это клоны власти, а если говорить вещи своими именами, проститутки на султана Назарбаева. Меня здесь спрашивает Шал, якобы, если уйдет в отставку, что мы будем делать? Я еще раз говорю, Шал в отставку не уйдет. Вспомните его известный разговор с Рахатом Алиевым, когда он показывал фигу и говорил в 2012 году и типа я никуда не уйду. Он никуда не уйдет. Он уйдет на позицию председателя Совета Национальной Безопасности, на должность президента назначит Доригу и будет контролировать власть, пока не умрет. Поэтому ни у кого не должно быть иллюзии. Сейчас все свои конституционные полномочия, которые по статусу высшей должности президента, он перевел в Совет Национальной Безопасности. Одно я вам могу точно сказать, Шал перепуган. Я вам недавно говорил, что даже полпроцента есть риск, а он уже старается обезопасить себя. Поэтому сейчас ситуация обострилась, народ ожесточен, народ злой. Мы не должны ему позволить обмануть наш народ. У нас есть информационный канал 1612, активный наш Facebook, чат и так далее. Нас десятки тысяч, и нам нужно распространять информацию о предполагаемых действиях Шала. мы должны разоблачать его и не верить ни одной его программе. Он 30 лет дурил народ. Нельзя верить и сейчас. Он будет сейчас попытаться подкупить народ, но уже поздно. Мы все знаем, что это очередное его вранье и уловка. Очень важно, что он действительно боится. Поэтому раздают картошку, макароны, якобы без очередей матерей, как в Шимкенте озвучивают, будут пропускать в больницах и так далее. Вы видите, Шал напуган, и это правда. И кого боится Шал? Шал боится народного гнева. Кто сейчас работает с народом? Кто сейчас влияет на сознание людей? На них вы являетесь часть народа. Демократический выбор Казахстана тоже часть народа. мы все участники организаторы демократической выбора Казахстана. И по тем действиям, по программам, когда он пытается повторить программы демократической выбора Казахстана, причем безуспешно, мы все должны знать. Шал боится народа, Шал боится демократической выбора Казахстана. Вот это на самом деле есть главное, что мы все должны понимать. Что мы должны делать? Мы сейчас должны разворачивать агитацию, мы сейчас должны наращивать число сторонников. И даже если Нусултан Назарбаев протащит на должность президента Даригу Назарбаеву, мы все должны понимать, она будет недолго. Мы добьемся полной смены режима вместе с Нусултаном Назарбаевой, Даригой и всей политической верхушкой, они покинут эту власть. И мы сменим этот режим, и мы назначим новых людей, не коррумпированных, думающих о стране. Вот чего боится Нусултан Назарбаев, когда он меняет правительство, когда он говорит о том, что будут объявлены новые социальные инициативы, когда он говорит, что сейчас из Национального фонда будут выделяться миллиарды, им движет страх, им движет то, что он хочет прикрыться, назначит Даригу, и он боится нашего политического движения. И вы увидите, что многие программы, которые он сейчас будет озвучивать, они будут идти вдогонку за программами демократического выбора Казахстана. Его программы коснутся и матерей, и студентов, и по жилью и так далее. Но это будет очередной обман, потому что ни одна программа его не исполнялась. Он только говорил 20-20, 20-30, 20-50 и ничего. В 16-м году он говорил, сейчас кризис, в 17-м будет лучше, в 18-м, в 20-м году у него все будет шикарно. Вы помните это видео. Поэтому все его программы, они не будут реализованы. Поэтому нам нужно оказывать сейчас массированное давление. Этот режим понимает только силу. Силу давления. Поэтому я обращаюсь к вам. Хочу еще раз напомнить. 27 февраля в 11 часов дня по всем крупным городам страны, около партии, офиса партии Нуратан, мы проводим митинги с памперсами, с различными требованиями. Эти требования описаны, требования матерей, требования тех, кто не имеет работу, и их, эта власть, принуждает платить единый совокупный платеж делать вперед. Мы призываем наших сторонников 27-го числа прийти к офисам партии Нуратан. Адреса мы плакатами распространили. И сейчас выйдут еще видео с рекламой, куда нужно идти. Всем тем, кто по разным причинам не готов участвовать в митинге 27 февраля у офисов партии Нуратан, я говорю им, что у вас есть возможность распространять памперсы. Памперсы оставляют в многолюдных местах с фотографиями шала. Вы таким образом можете поддержать нашу народную инициативу. Пора менять власть. Вы все должны понимать, то, что сейчас шар шал лихорадочно меняет правительство, то, что появляются разные клоны и политические присутки, как Айман, Турсунхан и другие, это говорит о том, что эта власть сильно напугана. Напугана, и мы этим должны воспользоваться и оказать еще больше сильное давление, чтобы добиться перемен. Итак, 27 февраля в один из часов мы объявляем митинги около офисов партии Нуратан. Плакаты и объявления по каждому городу у нас есть. Видеоролики выходят. Давайте, ребята, действуйте. Этот год будет переломный. Именно в этом году у нас есть возможность кардинальных перемен добиться, чтобы произошли изменения не через 30 лет, не через 50 лет, а именно в этом году. Когда к власти придет правительство демократического выбора Казахстана, как я говорил, мы буквально в течение нескольких месяцев кардинально улучшим жизнь наших граждан. Заработные платы поднимутся сразу практически в несколько раз по всей стране. В нашей стране денег много. Мы просто те средства, которые находятся в карманах этой политической верхушки, которые они постоянно, ежедневно крадут, мы просто перенаправим на нужные народы. И мы можем добиться этого успеха в этом году. Я на сегодня завершаю свой эфир. Встретимся завтра. Сауангсдар. До встречи. Продолжение следует.